Настя, расскажите, пожалуйста, что за квест вы разработали? Квест по истории нашего города. Называется он «Путешествие во времени. Хибиногорск-Кировск». То есть он освещает небольшие фрагменты из истории нашего города, а именно и строительство первых каменных объектов, ну и тех лиц, которые были связаны с строительством нашего города. А зачем вы его создали? В чем главная цель? Ну, во-первых, конечно же, квесты набирают популярность, они становятся очень такими известными и привлекают внимание не только молодежь, но и взрослое поколение. Поэтому у нас родилась такая идея, чтобы люди не приезжали в музей, а могли по городу ходить и изучать, рассматривать те объекты, которые были построены в 30-е годы, и могли видеть их в настоящее время и немножечко окунуться в историю все-таки появления или строительства этих зданий. А на кого рассчитан этот квест? Да на всех. Квест рассчитан на широкую публику, то есть это могут быть и взрослые вместе с родителями, ну, конечно же, не с 6 лет, но я думаю, что квест пройдут даже дети 8-летнего возраста. Это приезжие могут быть или местные? Это могут быть, как и жители города Кировской Апатиты, а также туристы нашего города, потому что вопросы, они составлялись таким образом, чтобы не только жители наших городов могли дать правильный ответ, но и туристы, которые, в принципе, ничего не знают в целом о нашем городе, но есть такие наводящие вопросы, на которые они могут дать правильный ответ. То есть в квесте есть подсказки? Есть, конечно же, есть намеки, есть подсказки, которые все-таки могут как-то потолкнуть человека на правильный ответ. А в будущем планируете еще разрабатывать подобные? Да, конечно, потому что даже данный квест, он разрабатывался по одному маршруту с двумя сегментами, которые охватили центральную часть нашего города. Маршрут может быть дополнен, он может быть дополнен другими секторами, а также новыми объектами и может даже рассчитан на более школьный уровень. И да, квест можно разработать вторым путем, который я еще пока не использовала. И здесь могу выбрать выбор редакции. Здесь мы вбиваем квест «Путешествие во времени. Хибиногорск-Кировск». И можем его проходить, скачать или начать наш квест. То есть все подсказки, которые здесь всплывают, мы видим. Идите к контрольной точке. Здесь проложен маршрут, который можно увидеть. Вот, выполните тест. Боже мой. Под каким псевдонимом известен Сергей Костриков. Набираем очки и переходим к другому объекту.